Говорят, что утро начинается с буквы У. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Ведь утро начинается, как известно, с кофея. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 77-й и 79-й дома. Эти многоэтажные дома сейчас расселены и предназначены под снос. И скоро их уже не будет. Не будет на карте Петра Павловска. Поэтому нужно на память снять. Пожалуйста, смотрите. Продолжение следует... 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 Давно мы с вами не занимались увлекательным процессом краеведения. Сегодня я расскажу вам о некоторых данных из прекрасного сборника «Поселенные итоги туземной переписи 1926 года». Этот сборник на правах рукописи вышел в свет в 28-м году века минувшего во Владивостоке. Дело в том, что в середине 20-х годов, в 26-м году проходила большая перепись. Сначала планировалось, что будет издан особый том, поселенные итоги переписи с указанием основных элементов хозяйства – население, инвентарь, продукция промыслов и так далее. Но потом Дальневосточное краевое статистическое управление отказалось от выполнения этой части программы. А Камчатский окр ревком – окружной революционный комитет. Как пишется в предисловии, все же считает необходимым опубликовать помещаемые ниже материалы туземной переписи в поселенных итогах. Для чего это было сделано? Как объясняется это? Вот пишется. Для ближайших практических целей такие итоги будут представлять исключительный интерес. Целый ряд вопросов. Составление школьной сети. Открытие новых и более целесообразных распределений существующих лечебных, ветеринарных и торговых пунктов. Определение гнезд наибольшего развития того или иного промысла – рыбной, пушной, на морского зверя, огородничества, животноводства, выделка шкур, пошивка одежды и так далее – могут получить свое разрешение главным образом на основе поселенных итогов. Несколько цифр из замечательного сборника. Население Камчатского округа по переписи 1926 года представляется в следующем виде. Всего по округу 34 958 человек. Из них 1691 человек в Петропавловске, а в сельских местностях – оседлых 18 758 человек, кочевых 14 509 человек. То есть всего кочевое население в 1926 году века минувшего составляло на Камчатке, в Камчатском округе, 44,5% от общего числа населения. Напомню, что тогда и вплоть до 1956 года века минувшего в состав Камчатского округа, потом Камчатской области, входила Чукотка. Интересные цифры, что распределение населения по полу представляется следующими цифрами. На тысячу мужчин приходится женщин среди городского населения 754 женщины, среди сельского оседлого населения 877 женщин, среди кочевого населения 990 женщин и по всему округу 916 женщин в среднем на тысячу мужчин. Хуже всего было мужчинам в Петропавловске, женщин на них не хватало, а вот женщинам было хорошо, они могли выбирать из кого-либо. В пояснении к таблицам сборника говорится, что незначительный рост населения 22% за 30 лет заставляет прийти к неблагоприятным выводам о стойкости населения Камчатского округа. И приводятся цифры, что по переписи 1897 года в Камчатском округе жили 28592 человека. В 1910 году, если верить отчету Камчатского губернатора, 27176 человек, то есть 95% от 1997 года века позапрошлого. В 1924 году 29639 человек, то есть рост составил 4% по отношению к 1997 году 19 века. И по переписи 1926 года, как уже сказано, 34958 человек, то есть 122% значит за 30 лет. Население увеличилось на 22%, а за два последних года от момента переписи, то есть за 25-26 годы, на 18%. Интересно распределение по национальностям. В Камчатском округе в 1926 году, опять напомню, что Чукотка тоже входила в состав округа, жило 10815 чукач, 10144 человека русских и камчедалов. Специально оговаривается, что камчедалы подсчитаны вместе с русскими. Это сделано вследствие того, что более или менее существенных отличий между теми и другими не наблюдается, кроме некоторого акцентра и антропологических отличий. Так называемые камчедалы совершенно не сохранили ни древнекамчедальского языка, ни бытовых особенностей. И представляет собой себя результат смешанных браков в нескольких поколениях между русскими и бывшими коренными камчедалами. Та часть камчедалов, которая сохранила древнекамчедальский язык, выделена в особую группу под названием итальмены. Но далее идем по цифрам. Коряки – 7282 человека, тунгусы и ламуты – 2956 человек, эскимосы – 1246 человек, итальмены – 803 человека, чуванцы – 620 человек, алеуты – 302 человека, корейцы – 266 человек, китайцы – 213 человек, прочие – 311 человек. Сборник сам по себе достаточно велик. Вот тут вот кошка пробежала мимо. Кошка, иди сюда, я тебе покажу. Вот это вот кошка мать. Я ее так держу, потому что на столе ей находиться нельзя. Она любит сидеть у нас на руках, но теперь она внушит на дальнейшую прогулку, а мы продолжим наше увлекательное чтение. И поговорим об оленеводстве. Именно цифры, связанные с оленеводством, на мой взгляд, достаточно интересны. Напомню, это сборник «Поселенные итоги туземной переписи» 1926 года. 337 крупных хозяйств имеют 489 250 оленей. В среднем на одно хозяйство 1452 оленей. И 2306 мелких хозяйств имеют 196 997 оленей. В среднем на одно хозяйство 85 оленей. Сравните с количеством оленей в Камчатском крае сегодня. Речь, естественно, идет о олене, которое является продуктом сельского хозяйства. Не о диком олене, охраняемом государством. Интересный последний короткий раздел брошюры. Рыбный промысел. И немножко я почитаю из этого самого раздела. Рыбный промысел в Камчатском округе является главной основой экономики округа. По переписи 1926 года рыбная продукция в пределах округа на морских и речных участках выразилась весьма значительной сумме. 33 миллиона 852 тысячи рублей. В том числе продукция японской промышленности составила 28 миллионов 464 тысячи рублей. Далее следует после таблиц вывод, что приведенные цифры показывают, насколько незначительно участие населения Камчатского округа в извлечении громадных рыбных богатств. Всего в округе добывается рыбных продуктов на 34 миллиона рублей. А через руки населения проходит продукция только на 2 миллиона рублей, из которых оседает в хозяйстве для себя и для корма собак около 800 тысяч рублей. и продается населением на сумму около 1 миллиона 200 тысяч рублей, что составит в среднем на одно оседлое хозяйство около 300 рублей. Население Чукотского округа, также почти все качающие, на продажу рыбу не ловят. Вот такой замечательный сборник «Поселенные итоги. Туземные переписи» 1926 года. Вы можете не идти в Камчатскую краевую научную библиотеку имени Крашенинникова, вы там этого сборника не найдете. Его нету в свободном доступе, он вышел очень маленьким тиражом. Когда-то попал мне в руки, мне удалось отрепродуцировать его. И сегодня вы узнали интересные цифры из этого самого сборника. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени смотреть на Петропавловск, на другие места Камчатки, если вам нравится узнавать от меня что-то новое о камчатской истории. В общем, если вам нравится мой видеодневничок, ставьте лайк. А ежели не нравится, ставьте дизлайк. Пожалуйста, пишите под роликом ваши комментарии. Вот там вот, внизу. Задавайте вопросы, я на них обязательно отвечу. Можете иногда просить меня что-нибудь снять. Я время от времени такие просьбы выполняю. И в этом вы сегодня уже успели убедиться. Ежели вы на моем канале впервые, ежели вам стало интересно, и вы хотите возвращаться сюда снова, снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились волшебные слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы. До свидания. Молодец. Молодец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»